Сегодня, 6 июня, ранним утром, в ходе атаки с применением беспилотников и артиллерии, боевики исламского государства попытались уничтожить несколько газовых скважин в месторождении Хаян. Серьезно пострадали две из 12 скважин, одна из них загорелась, а одна, возле которой мы находимся сейчас, слава богу, была потушена первые полчаса после этой атаки. По предварительным данным, боевики ИГИЛ сконцентрировали силы в размере не менее 2500 человек севернее и северо-западнее завода Хаян. По предварительным данным, полученным нами из сирийских источников, крупная группировка боевиков планирует снова попытаться перебить трассу, ведущую из Хомса на Пальмиру, а также прорваться к ливанской границе. Однако у них на пути находятся газовые месторождения, захват которых является на данный момент целью номер один. И если у боевиков исламского государства получится захватить эти месторождения, то война пойдет по совсем другому курсу. Чуть менее 12 часов назад газовая скважина, напылающая за моею спиной, работала в штатном режиме. Однако сегодня ранним утром боевики исламского государства нанесли по ней удар посредством двух беспилотных аппаратов, сбросив на скважину два легких зажигательных снаряда. Этого хватило для того, чтобы вывести скважину из строя. Остальные 10 скважин месторождения Хаян, пока еще не пострадавшие от атак исламского государства, были временно закрыты и законсервированы, что сказалось на подаче электричества в крупные города и населенные пункты вокруг месторождения.